Приветствую всех, я Бешеный Макс. В этом видео хочу представить вам собственно то, на чем я езжу. Электрочоппер Дельта Сити Альфа Байк. К слову, с мопедом Альфа он не имеет ничего общего. Как уже ясно из названия, это альтернативное транспортное средство, работающее на электричестве. Основой ему служит прочная стальная рама. Имеется также и центральная подножка, также выполненная из стали. В раму встроен специально изготовленный из алюминия корпус, который в свою очередь является и системным блоком для контроллера, платы БМС и собственно самого аккумулятора. Он обклеен пленкой, которая имитирует карбоновый рисунок. Сверху находится индикатор состояния батареи. Конструкция корпуса предусматривает также установку записывающих устройств наподобие бортовых самописцев для снятия показаний технического состояния электронных устройств Байка, геолокации, скорости и записи переговоров. В данный момент эти устройства отсутствуют за ненадобностью. Заднее колесо имеет размер 24 дюйма, ширина обода 100 мм. Переднее 26 дюймов, ширина обода 56 мм. Разница в ширине колес способствует вхождению в повороты. На обоих колесах установлена резина с шоссейным протектором. Большой дорожный просвет позволяет ездить и по сельской местности, но с меньшей скоростью из-за отсутствия заднего амортизатора. Спереди же находится амортизированная вилка, представляющая собой рычажный механизм. Технология не новая, зато проверенная временем. Все неровности дороги отрабатывает хорошо. Руль высокий, обеспечивающий комфортную посадку. И раз уж речь пошла о посадке, вот и святая святых. Мото-седло. Одноместное, не такое комфортное, как на серийных бензиновых моделях, но тем не менее достаточно мягкое, со спинкой. Имеется также и розетка с USB-разъемом и выходом на 12 вольт для подключения дополнительного оборудования. Сейчас от нее питается магнитола, которая станет штатной, когда для нее будут изготовлены специальные крепления. Помимо магнитолы, на руле имеется спидометр, показывающий текущую и максимальную скорость, а также общее пройденное расстояние. Также есть и зеркала заднего вида с отличным обзором. Справа находится ручка газа мотоциклетного типа, кнопка включения и переключатель режимов мощности. Слева кнопка круиз-контроля, кнопка включения переднего и заднего света и переключатель поворотников. В целях соблюдения эргономики этого аппарата на нем нет никаких выпирающих указателей поворотов. Имеются задние поворотники, которые встроены в заднюю светодиодную фару, которая, в свою очередь, служит еще и габаритным огнем. Фара прикреплена к половинчатому крылу, выполненному также из металла. Переднего крыла нет, оно находится в разработке. Спереди также установлена светодиодная фара дальнего света. Она временная и вскоре будет заменена на привычную фару мотоциклетного типа, но также на светодиодах. Светодиоды – это не дань моды, а необходимость для экономии заряда аккумулятора во время езды. Тормоза механические, спереди дисковый, сзади V-образный. Не лучшее решение, но они нужны лишь для торможения на скорости менее 15 км в час. Для торможения с более высокой скорости используется электронный рекуперативный тормоз, или попросту говоря, торможение двигателем. Это самый эффективный способ, он хорош еще и тем, что работает как АБС, то есть исключает блокировку колес, что важно при езде по сырой дороге. Ну и коротко о главном. Байк оснащен скоростным электродвигателем, встроенным в колесо. Двигатель имеет номинальную мощность в 1500 Вт, не имеет редукторов и не нуждается в обслуживании. При силе тока около 60 А может выдавать мощность чуть более 3 кВт. Скоростным он называется из-за малого числа витков обмотки. Такое расположение двигателя делает ненужной какую-либо трансмиссию и называется прямым приводом. Управляется же двигатель устройством, которое так и называется – контроллер. На этом байке установлен синусный модифицированный контроллер, который изначально был изготовлен заводским способом, а перепаян уже позже. Максимальная сила тока, которую способен выдержать контроллер – 60 А. Аккумулятор же здесь – литий-железо-фосфатный, емкостью 24 Ач, с нестандартным напряжением в 53 Вольта. Максимальная скорость по прямой при полностью заряженном аккумуляторе достигает 80 км в час. Габариты байка по ширине и малый вес до 70 кг позволяют установить на него педальный привод с обычной, пусть и удлиненной велосипедной цепью и звездами. Это будет полезно в случае разряда аккумулятора во время езды. Такое вряд ли возможно, ведь при средней скорости заряда хватает более чем на 50 км, чего вполне достаточно для перемещения по городу. Заряжается байк от обычной розетки. Время зарядки при полном разряде составляет более 5 часов, при частичном – от 2 часов. Если случилось так, что байк был разряжен долгое время и настройки контроллера обнулились, их можно легко загрузить с обычной аудиокассеты. И пусть никого не смущает, что зарядка и программирование производятся через одно и то же гнездо. Под крышкой есть переключатель для двух этих функций. Всё готово? Батарея заряжена, контроллер загружен, болты и гайки подтянуты. Тогда взлобный путь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!